Всем привет, с вами Берсик, и в этом видео мы с вами сделаем кукольные фотографии, а еще я вам расскажу про один интересный конкурс. Очень часто в своих видео я рассказываю вам про какие-то не кукольные вещи, которые можно приспособить как фоно или реквизит для кукольных фотографий. Совсем недавно, к примеру, я показывала вам солонку и перечницу в форме елочки и кактуса, и мне пришла идея, почему бы не использовать живые цветы для кукольных фото, постараться обыграть их как настоящие деревья или цветочки в кукольном мире. Для такой фотосессии я решила использовать куклу от Integrity Toys Fluttershine. Да, я ее наконец-то распаковала, и вас ждет обзор. Не уверена, что скоро, но в любом случае он обязательно выйдет. Так вот, так как кукла Integrity Toys является фанаткой поняшки Fluttershine, то она своим характером, повадками и предпочтениями тоже похожа на свою любимую поняшку. И, согласно истории, поняшка Fluttershine живет около Вечно Зеленого леса в маленьком домике, поэтому, скорее всего, ее фанатка тоже предпочитает жить за городом и обожает лесные прогулки. Поэтому на фоне природы, которую мы с вами воссоздадим, для фотографии, мне кажется, эта кукла будет смотреться очень органично. К тому же, с природным ландшафтом будет здорово сочетаться ее цветочный ободок и бабочки на шортиках. Мне повезло, что у меня есть зеленый коврик, который похож на полянку, на травку, и как раз по этой полянке будет гулять наша куколка. Боковинка от дивана, на котором я частенько снимала обзоры, да-да, это именно тот диван, она послужит в качестве неба, то есть в качестве фона. Цветы и растения, которые будут участвовать в кукольной фотографии, находятся в горшочках, и горшки достаточно высокие. Нам нужно их как-то спрятать, потому что они слишком большие и нереалистичные для кукольного мира. Для этого нам понадобятся книжки. Нет, мы не будем их читать, мы их спрячем под ковер. Тем самым мы приподнимем часть нашей полянки и с задней стороны, ближе к небу, поставим цветочки. И будут видны только растения, а горшки спрячутся из вида. Наша полянка даже может быть не идеально ровной, где-то изгибаться, потому что так оно и бывает в природе. К живым растениям, похожим на елочки, которые я поставила на фон, я добавила также пару искусственных елок, для того, чтобы лес смотрелся более густым. Растения с цветочными бутонами я изначально хотела поставить на передний план, чтобы выглядело, как будто фотография делается из цветочного сада, но мне это не очень понравилось, поэтому растения с цветочками тоже перекочевали на фон. И получился, что это просто такой разноплановый, необычный лес, и там присутствуют совершенно разные деревья. Из миниатюр и всяких кукольных животных я выбрала то, что ассоциируется у меня с лесом, с природой. В том числе здесь есть яблочки, и зачем они мне, вы узнаете чуть позже. Изначально я попробовала добавить к фотографии белочку и кролика, посадить их на полянку, но мне показалось, что они смотрятся слишком игрушечно на этой фотографии, и в итоге я их убрала. Мне показалось, что композиция выглядит уже законченной, с куклой, просто гуляющей по полю на фоне зеленого леса. Вот такая фотография получилась, то есть зимой мы сделали фотку, как будто кукла гуляет по летнему лесу и на фоне голубое небо. На следующей фотографии кукла стоит на коленях, и я решила, что она в процессе прогулки встретила маленького кролика. Как известно, у Флаттершай есть питомец, белый кролик, поэтому мне казалось органичным сфотографировать куклу, фанатку Флаттершай, в ручках с кроликом. Ну и на заключительных фотографиях с этой куклой я решила сфотографировать ее просто с цветами. Здесь кукла просто держит бутон, по своему размеру он более-менее вписывается в размер кукольных роз, я выбрала самый маленький. Ну а на этой фотке уже роза большая, она, можно сказать, с лицом куклы, это уже более концептуальная фотография, то есть цветы здесь не выглядят реалистично, как будто цветы из кукольного мира, но мне кажется, все равно получилось красиво. А еще у меня есть куколка Equestria Girls Applejack, это одна из шести героинь из мультфильма Equestria Girls. Причем это уже не фанаты поняшек, а девочки-подростки, напоминающие главную героинь My Little Pony. Ее тоже можно сфотографировать на фоне леса, на полянке, потому что тема природы и растений ей близка, как-никак она живет на яблоневой ферме. И теперь вы понимаете, зачем нужны были яблоки, добавляем их к фотографии, они словно разбросаны, упали с яблони, и Applejack их сейчас собирает. И, кстати, в правую ручку я вложила ей чупа-чупс, почему бы не полакомиться конфеткой, пока собираешь яблоки. К этой фотографии я решила добавить цветочки белого цвета, я просто держу, наклоняю горшок рядом с фотографией, и, по-моему, получилось неплохо. После этой фотосессии я решила примерить ковбовскую шляпу Applejack на Fluttershy, и она ей подошла, и по размеру, и по стилю, мне кажется, очень хорошо вписалась в ее образ. Кстати, вы наверняка удивились, что я отошла от привычных мне брендов кукол и сфотографировала в том числе Applejack. Знаю, что многим из вас нравится кукла Equestria Girls, и в данном случае это мини-куколка из линейки Minis. Она, между прочим, шарнирная, выполнена из пластика, а одежда из резины. Кстати, даже хвостик крутится. А в руках у нее изначально был не чупа-чупс, а микрофон. И в этом видео я показала ее неспроста. Дело в том, что я приняла эстафету от моих предшественниц, Натали Кисель, Насте Герц и других девчонок-блогеров. И сегодня мы вместе с Applejack готовы представить вам новый конкурс от великолепной шестерки девчонок из Эквестрии. Как вы уже знаете, Applejack работает на яблоневой ферме, поэтому выращивать растения и находиться на природе для нее это естественное времяпрепровождение. Ну и так как сегодня она запускает конкурс, то для конкурса вам нужно будет вырастить свое собственное растение для фотосета или показать, какие комнатные растения у вас уже есть. Круче всего, конечно, если вы проявите креативность и серьезный подход к заданию и вырастите свое хотя бы мини-растение. Кстати, мини-растение можно вырастить даже из лука и фасоли. И как это сделать, можете посмотреть в интернете, это не так уж сложно. Далее, сфотографируйте свою куклу Эквестрия Герлс с растением. Если у вас нет куклы, то вы можете нарисовать ее или распечатать на бумаге и вырезать. Выложите эту фотографию к себе на страничку ВКонтакте, обязательно добавив хэштеги Великолепная шестерка Эквестрия Герлс и садовод из Эквестрии Эквестрия Герлс. Предпочтение будет отдано тем участникам, которые ответственно подойдут к заданию и сфотографируют куклу со своим собственным выращенным растением. Но напоминаю, что участвовать в этом конкурсе можно и с комнатными растениями, которые у вас уже есть. И знаете, мне кажется, что этот конкурс зимой особенно актуален, потому что вокруг так мало зелени и так хочется порадовать себя живыми зелеными растениями. К тому же здорово фотографировать кукол не со срубленными елками, а с настоящими растениями. Мало того, что не страдает ни одно деревце, так еще и появляются новые. И это все благодаря вам. Так что Эпплджек одобряет. В общем, участвуйте в конкурсе, фоткайте кукол с растениями, не забывайте выкладывать фотки с хештегами. Я желаю вам удачи. И представители группы My Little Pony ВКонтакте выберут самые креативные фотографии и также оценят ваш подход к садоводству. И победитель, автор лучшей работы, получит в подарок куколку Эквестрия Герлс, а также Флорариум. Флорариум это что-то вроде аквариума, в котором растут различные необычные комнатные растения. Целый ботанический сад для кукол. А чтобы узнать больше о веселых подружках, девчонках из Эквестрии, то обязательно заходите в их группу ВКонтакте. Я оставлю ссылочку на нее в описании. Там вы найдете не только информацию о куклах, но и мультсериалы. И, конечно же, много разных классных конкурсах, в которых можно выиграть другие отличные призы. Удачи вам в конкурсе и с наступающим Новым Годом! Я желаю вам много-много крутых подарков, классного настроения. И мы с Эпплджек шлем вам воздушные поцелуйчики. И всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!